В минувшие выходные в детской юношеской спортивной школе Станицы Петровской прошел турнир по вольной борьбе среди юношей и девушек 10-11 лет. Побороться за победу приехали борцы с разных уголков Краснодарского края, а также из Карачаева, Черкесии и Ставропольского края. На соревнованиях побывали и наши корреспонденты. Захват, бросок, переворот, подножка, подсечка. И это еще далеко не весь список технических приемов в вольной борьбе, которые используют борцы. Главная задача каждого из соперников – добиться победы, положив другого на лопатки. Детская юношеская спортивная школа Станицы Петровской работает почти 40 лет. Она единственная в нашем районе, где проводятся занятия по вольной борьбе. Кроме того, школа занимает одно из ведущих мест в Краснодарском крае. Ее воспитанники неоднократно занимали призовые места на краевых и всероссийских турнирах. Помимо вольной борьбы в школе развиваются такие виды спорта, как волейбол и футбол. Бессменным руководителем на протяжении всего существования школы является Вячеслав Зосим. За время своего существования подготовила более 10 мастеров спорта, которые защищали цвета не только края, но и России. В этом году мы решили проводить такой турнир с участием девочек. Это отрадно, что у нас начинают появляться первые ласточки и девочки тоже на ковре что-то уже начинают представлять. Один из первых тренеров школы – Георгий Дубенский. Он более 16 лет проработал тренером по вольной борьбе. Считает этот вид единоборств одним из самых зрелищных. А главное, что вольная борьба способствует развитию всех мышц, развивает ловкость. Школа продолжает работать, продолжает. Где-то 5 тренеров трудятся. Я 16 лет там был у истока в этой борьбе. Потом, естественно, плавно, планомерно перешел на работу из группами здоровья. Готовлю мальчиков в армию. Так как я остаюсь, не работаю на борьбе, но остаюсь любителем, ценителем этого красивейшего вида спорта. Спорта даже любимые ученики уже есть. Прихожу, подбадрю, болею. На турнир по вольной борьбе в Станицу Петровскую приехали около 200 юных спортсменов. Поединки проходили на двух бойцовских коврах. Поддерживал в этот день своих воспитанников перед встречей на ковре с соперниками чемпион мира по вольной борьбе, тренер-преподаватель детской и юношеской спортивной школы Станицы Петровской Владимир Васюк. Соперники очень сильные. Мы их уважаем. Так что будем продолжать соревнования. Постараемся, постараемся показать хорошие результаты. В конце мы уже сможем подсчитать, сколько у нас первых, сколько отдали приезжим, сколько мы из себя оставили. Так что соревнования очень хорошие. И спасибо, я хотел бы сказать еще спасибо тренерам, которые находят возможность, время, средства, чтобы приехать к нам на соревнования. Один из воспитанников спортивной школы Виктор Носков. Ему всего 10 лет, но несмотря на свой юный возраст, спортсмен уже может похвастаться многочисленными наградами. Я занимаюсь 5 лет волей борьбой. Мне очень нравится это единоборство. Я выигрывал первых сокра, я занимал первые, вторые, третьи места, участвовал в районных соревнованиях, выступал на России, тоже был призером. Эти соревнования для меня очень важны, потому что все-таки награды, хорошие медали. Будет очень хорошо, если я их выиграю. Поддержку юным спортсменам в этот день обеспечивали не только тренеры-наставники, но и родители. Мужчина должен быть мужчиной, физически сильным. Так занимается. Были победы, были поражения. Сейчас вот ждем других побед. Второй год. У меня ребенок находит на борьбу. Я очень довольна, что он выбрал. Он сам выбрал этот вид спорта. И занимал уже первое, второе место. Сейчас я действительно очень сильно переживаю. Желаю всем родителям, чтобы их дети побеждали. По итогам соревнований 10 наших земляков в своих весовых категориях одержали победу. И тем самым пополнили копилку спортивных достижений Славянского района. Тина Копачевская, Игорь Ванчугов. Программа «События». Она очень стены. Игорь Ванчугов.